Надо видеть. Графика движения, всё намного круче, чем в первой части. Я просто не поверил, что это игра, когда увидел, что получилось. Я подумал, что это фильм Spider-Man 3. Spider-Man окутывает свои паутины Нью-Йорк. Если вам нравится фильм, вы должны пройти игру. А в конце программы эксклюзивный фрагмент игры Spider-Man 2. Человек-паук 2 Это моя история. Обычное дело. Парень знакомит с девушкой, потом они расстаются, он встречается с другой. Потом... Господи, кого я обманываю? Всё совсем не так просто. Привет, я Тоби Магуайр, он же Человек-паук. Привет, я Стэн Ли, один из создателей Spider-Mana. Давайте поговорим об игре. Честное слово, я даже не верил, что такое возможно. Я думаю, что все, кому нравится фильм, а это вся человеческая раса, просто с ума сойдут от этой игры. Невероятная вещь. Те же спецэффекты, те же движения, тот же экшен, тот же реализм. Поверьте, эта игра просто башню сносит. Это поразительная игра, она гораздо лучше первой части. Полная свобода движений, вы можете идти куда угодно, можете залезть на верхушку небоскреба, вам позволено всё, что угодно. Когда я играл в эту игру, то подумал, что сравнивать её с предыдущей частью просто смешно. Идеальная игра это Человек-паук, вы становитесь Человеком-пауком, вы играете супергероя, сражаетесь с обычными преступниками, с суперзлодеями. Если вам нравится персонаж Человек-паук, то вперёд, вы можете стать им. Спрашивать меня, понравился ли мне фильм Человек-паук, это то же самое, что спросить меня, нравится ли мне дышать. Я создал этот персонаж более 50 лет назад, а сейчас они взяли его и сделали ещё лучше, чем я о нём думал. Они превратили мою идею в шедевр. Питер Паркер обычный парень, но он живёт двойной жизнью. Он работает, учится, в то же время он Человек-паук. Он понимает, насколько это важно, какая на нём лежит ответственность, но при этом он хочет жить обычной жизнью, веселиться, развлекаться, и у него никак не получается найти баланс между двумя сторонами своей сущности. Суперзлодея Тёмного Ока играет Альфред Мулино. Тёмный Ока – гениальный учёный, который думал, что он учился управлять небывалой энергией. Он думал, что это его вклад в развитие человечества, но во время эксперимента оказалось, что он сильно ошибался. Тёмный Ок – это, пожалуй, лучший кинозлодей, которому противостоял Человек-паук. Он обладает суперсилой, механическими щупальцами, они вживлены в его тело. Помимо суперсилы, Тёмный Ок и сам полностью поддался действию тёмной стороны своей сущности. Создатели взяли что-то из комиксов, что-то из фильмов, и смешали всё это в великолепную смесь, которая придётся по вкусу как любителям комиксов, так и любителям игр. Итак, игра, которую мы сделали. Я думаю, что это первая видеоигра про супергероя, дающая игроку полную свободу действий. Мы создали её совместно с компанией Тре-Арк, с которой работали и на первой части игры. Так что это было естественным сотрудничеством, мы знали, что должны делать и как должна выглядеть эта игра. Тре-Арк — это подразделение компании Activision, но работающая самостоятельно в другом офисе и, конечно, в другом стиле. Главное отличие между первой и второй частью — это абсолютно новый игровой движок, который мы создали специально для этой игры. Плюс мы ввели довольно интересный сюжет, который привносит большее разнообразие в обычный боевик про супергероя. Spider-Man 2 — это нелинейная игра, которая позволяет игроку самому выбирать стиль и последовательность действий. Он может просто следить за сюжетной линией, такой же, как и в фильме, или бороться с преступностью на улице. Spider-Man — идеальный герой, ему не безразличны обычные люди, он борется с уличной преступностью, и это позволяет игроку повышать навыки и развивать способности своего персонажа. Также он может делать очень много других вещей, общаться с жителями города, предотвращать ограбления банков, следовать сюжетной линии фильма, и, я думаю, будет довольно весело просто побродить по улицам виртуального города. «Тёмный ок» — это главный суперзлодей как в фильме, так и в игре. Но в игру мы добавили ещё несколько персонажей, например, «Чёрную кошку». Крипыш, расслабься! Мистерио. Я Мистерио. Райно и ещё несколько персонажей, чтобы внести в игру больше разнообразия и добавить экшена. Я думаю, что «Человек-паук 2» поднимает планку игр про супергероев на новую высоту. Такого вы ещё никогда не видели. Вам ещё не приходилось играть в игру такого уровня. Привет, я Том Мориваки, художественный директор «Человека-паука 2». Когда мы задумались об этой игре, мы поняли, наша цель — создать новую революционную игру, которая полностью изменит представление об игровом процессе. Как вы видите, наш мир стал практически настоящим, паутина прилипает к стенам зданий, и новая физическая модель делает движения персонажей более реалистичными. Создавая игру, мы хотели, чтобы игрок действительно чувствовал себя Человеком-пауком, поэтому здесь можно делать всё, что угодно. Прыгать, перелетать со здания на здание на паутине, вскарабкиваться на небоскрёбы, вы можете делать что угодно. Для создания анимации движения мы использовали стандартную технику, но это было непросто, поскольку движения героя не самые обычные. Обычно люди же не раскачиваются, перелетают со здания на здание по городу. Мы постарались создать максимально красивые пейзажи, так что даже спустя три года работы мы сами с удовольствием летаем по городу, это очень весело. Город абсолютно реальный. Если неловко перелететь со здания на здание, можно врезаться в стену. Здесь огромное количество небоскрёбов, как и в Нью-Йорке, и, естественно, весь городской пейзаж используется спайдерменом для прохождения миссии. Мы разбили город на сектора, потому что он довольно большой, и работать сразу над всей картой было неудобно. Сначала мы проработали карту на плоскости, потом начали добавлять примитивные трёхмерные модели домов, потом более детальные модели, и, наконец, на карте появились настоящие объёмные дома с прорисованными поверхностями и интерьерами. Так что во время игры в любой момент можно с улицы войти в абсолютно любое здание, и это будет не густая оболочка, внутри это настоящий дом со всеми интерьерами, посетителями и так далее. Для каждого дома разрабатывается своя поверхность, бетон, стекло. Каждое здание освещается динамическим источником света, до дома отбрасываются тени, и в зависимости от освещения меняется насыщенность цвета и всех объектов. Практически мы создали точную копию виртуального Нью-Йорка. Все эти процессы занимают довольно большой объём памяти, так что мы немало потрудились над последующей оптимизацией игрового кода. Итак, сейчас вы видите центральный парк, и мы смотрим сверху. Вон там видна статуя свободы. И самое потрясающее, это действительно настоящий Нью-Йорк. В любое из этих мест вы и сами можете пойти в любое время, прямо сейчас. Это точная копия Нью-Йорка. Вот это действительно впечатляет. Я Тим Миллер, креативный директор игры «Спайдер-мен 2». Сначала мы создали раскадровку от сценаристов. Здесь в общих чертах рассказано, что происходит, и как будет выглядеть та или иная сцена, что будет происходить с героем. Мы выбрали из этих сцен, что войдёт в игру, что нет, и потом за работу взялись аниматоры. Тим передал нам сценарий игры. Мы превратили первоначальную черно-белую раскадровку в трёхмерную анимацию. Это довольно простая трёхмерная версия, но просто в движении лучше видно, что именно происходит по ходу сюжета. Потом мы собираем эти отдельные сцены в единый фильм, и становится видно, что будет происходить со «Спайдер-меном» по ходу игры. Давайте посмотрим, например, одну из первых сцен. «Спайдер-мен прыгает с крыши». Я выбираю, где будет находиться камера, выбираю точку съёмки. Здесь пока довольно простая геометрия, простая модель «Спайдер-мена», не детальная. Это как бы первые наброски, которые просто показывают идею сцены. Показывают примерные движения персонажа, и камера показывает, на что надо ориентироваться при создании этого фрагмента. Главное, для чего это создаётся, это чтобы ухватить суть и идею. Поэтому такие примитивные трёхмерные наброски очень помогают. Далее мы рисуем детальную модель Человека-паука, именно ту модель, которая будет использоваться в игре. Создание героя начинается с создания его скелета, на который потом как бы натягиваются материалы, составляющие тело и костюм. Но главный, конечно, это скелет, именно он отвечает за движение персонажа. Сейчас я сверяю размеры рук, ног, всё должно быть пропорционально. Я вращаю его в разные стороны. Если что-то будет не так, то и модель неправильно будет вести себя в нашем игровом мире. Особое внимание, конечно, уделяю рукам и пальцам. Ведь именно из кистей он своим фирменным жестом выстреливает паутину. Это движение должно быть идеальным. Это же классика, вы понимаете. Потом мы передаём готовую модель аниматам. Я Джефф Айзент, аниматор компании Активизн, но я работаю с анимированным скелетом персонажа. Сейчас вы видите сцену, в которой Спайдер-мен есть на стене. Я добавляю реалистичности в его движении и позы. Немножко меняя поворот головы, наклон корпуса, всё это очень легко делаете с помощью нашего скелета. Вот так можно менять отдельное положение тела. В окончательном варианте это будет выглядеть вот так. Практически реальная жизнь. Я также работаю с анимацией, занимаясь композиционированием, то есть соединяя воедино фрагменты, нарисованные другими художниками. Именно так и получается целый скол. Например, я беру вот этот фрагмент с улицы. Один художник работал над анимацией персонажа, другой рисовал улицу, но без освещения. Это выглядело вот так. Мы собираем всё вместе, город от одного художника, добавляем освещение, анимация автомобиля другого художника Спайдермена третьего, и в итоге получаем вот такую целую картинку. Собираем всё вместе, и картинка оживает. Сейчас заканчивается работа над этим фрагментом, я его отсматриваю и редактирую. Я смотрю, что получилось, что нет, и вылавливаю мелкие огрехи и недоработки. Конечно, они возникают, ведь над проектом трудится огромное количество людей, практически по 16 часов в сутки. Вот видите, здесь почему-то подрагивает здание, а некоторые люди на улице исчезают на один кадр. Я вылавливаю и исправляю вот такие мелочи, чтобы результат нашей работы был максимально идеальным. мне зовут Кайл Керри, я зарабатываю тем, что играю в Человека-паука 2. Моя профессия называется тестер, я тестирую все игры фирмы Activision, отсматриваю игровой процесс, ищу проблемные места, сбои в программе, для того, чтобы создатели могли все исправить и сделать игру лучше. Я давно хотел получить эту работу, и как только сюда переехал, сразу послал резюме, прошло пару месяцев, мне перезвонили, пригласили на интервью, и вот теперь я здесь работаю. Я играю, зарабатываю этим деньги. Просто невероятно, что можно сделать карьеру, играя в видеоигры. Я играю в видеоигры, сколько себя помню, у меня было множество различных систем, ну и телевизионные приставки, и PlayStation, Apple, аркадные автоматы, пинбол, у меня все было. Обычно я встаю в 6.15 утра, принимаю душ, приезжаю на работу к 7.30-8 утра, и начинаю играть, тестирую играть. Если вы играли в первого Spider-Man, то он очень сильно отличается от того, что вы видите здесь. К вашим услугам абсолютно вся карта, весь город. Кажется, что ты просто живешь в нем невероятно. И все движения Spider-Man к вашим услугам. Можете летать над городом, прыгать со здания на здание, ползать, фирменные боевые движения Spider-Man, все есть. Играя в эту игру, я действительно почувствовал себя Человеком-пауком. Сейчас, когда приближается время выхода игры, мы работаем по 6 дней в неделю, и днем, и ночью, иногда засиживаемся до следующего рабочего дня. Так что, поверьте, это не развлечение, это тяжелая работа. Представляете, он играет в видеоигры по 8 часов в день на работе, и иногда приходит домой и снова включает игры. Да, признаюсь, часто я продолжаю игру и дома. Ну, просто игра на работе — это все-таки работа, а вот игра дома — это уже развлечение. Меня зовут Том Хейс, я звукорежиссер, работаю над голосами и музыкой к игре Spider-Man 2. Игру озвучивают потрясающие актеры. Тоби Макуайр озвучивает Человека-паука, Альфред Мулина — Темного Ока, Кирстен Данс озвучивает девушку Человека-паука. Это очень захватывающий процесс, он сильно отличается от процесса создания фильма. Все совершенно другое, но все равно это очень весело, мы много шутим во время записи, и вообще очень приятно участвовать в создании игры. Начинается действие, и как только герой появляется на экране, ты вступаешь. Хорошо. Поехали. Обычная история. Обычный студент, влюбленный в соседскую девушку. На этот раз я подстраховался. Используя магнитное поле на концах моих щупалец, я создал силовую щит. Да, похоже, это необычно. Необычный. Давайте еще один дубль, да, и немножко повеселее, поживее. Хорошо. Да, похоже, это необычный трюк, но у меня суперсила. Ты ничего мне не сделаешь, у меня достаточно рук, чтобы справиться с тобой, Человек-паук. Сюрприз, Мэри Джей приглашает тебя на вечеринку, на которой будет сам знаешь кто. Спасибо, Мэри Джей, я постараюсь там быть. Отлично записано. Давайте еще дубль. Да, давайте. Господи, это шарф какой-то в подарок. Что за бред? Давай еще раз повторю. Боже мой. Сам попробуй. Помните оригинальную песенку из Человека-паука? Эта песня была написана много лет назад. Мы решили сохранить оригинальную песню 60-х годов, но придать ей современное звучание. Вот это была песня, все обожали ее. Конечно, эта песня должна была войти и в игру. Как я жалею, что не я написал эту песню. Текст песни полностью сохранен, а вот музыка абсолютно не похожа. Она звучит в стиле панк-рок. Привет, я Броди Дэйл из группы Дистиллерс. Нас попросили написать кавер-версию песни Человека-паука. Нам очень нравится оригинальная песня, но и у нас получилось забойно. Мы почти закончили работу, сейчас добавим немножко мрачности, все будет хорошо. Музыка играет огромную роль в игре, она как бы добавляет в нее атмосферу и придает нужное настроение. Очень приятно, что именно нашу группу пригласили для этого проекта, потому что я очень люблю Человека-паука. Я с детства был фанатом, я большой его фанат, это круто. А сейчас специально для вас песенка Человека-паука. Слушайте. Я надеюсь, что вы любите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я когда-то был в Японии, пошел посмотреть на тренировку борцов сумо, и вдруг услышал, как за мной какой-то парень запел. Я обернулся, и знаете кто это? Чемпион Японии по сумо, 300 килограммов живого веса. Он узнал меня, и он знал песенку про Человека-паука, и он спел ее мне. Никогда этого не забуду. Так трогательно, так трогательно.